28 марта 1899 года закончила работу бельгийская антарктическая экспедиция Адриана Жерлыша, которая провела первую в истории зимовку в условиях высоких широт южного полушария. Зимовка в Антарктиде занятие для экстремалов, поэтому любители предпочитают любоваться снежными широтами летом. И что интересно сейчас, когда у нас в разгаре настоящая весна, у них только-только закончилось лето и уже наступила осень. Летней Антарктидой любовался рязанский полярник и впечатление нам поделился с нашим корреспондентом Александром Ребутковым. Первое путешествие за границу это всегда масса впечатлений. А если вы оказываетесь не в привычных курортных Египте или Турции, то это не просто необычные впечатления, но и испытания для неподготовленного человека. Виктору Шляхину довелось узнать все это на себе. Перелет, длившийся почти сутки, самый южный город на нашей планете, Ушуае. Заповедник огненной земля, путешествие между льдами и айсбергами через пролив Дрейка, когда во время обеда приходится ловить падающие откачки со стола ложки. Выбрать самое яркое впечатление просто невозможно. Киты, которые плывали буквально совсем близко к кораблю, там показывали свои огромные техвосты, шумы пускали фонтан. Антарктида значит холод. В этом уверены почти все. На самом деле в это время года температуры там совсем не экстремальные. Но принцип экипировки, чем больше одежды, тем лучше, актуален на Южном полюсе и летом. Полярник должен напоминать капусту. На термобелье надевается несколько курток. Вот, наверное, какая вещь, которая нельзя. Хотя она была в списке, она рекомендовала. То есть нужно купить в Аргентине уже. Это, наверное, гетры для защиты от этой части ноги. Все надеваются, и ни снег, ни вода, потому что высаживаться иногда приходилось прямо в волны. До конца ловко завязать, не доходили. То есть это крепится на абонтин. Первый шаг на берега Антарктида наверняка запомнится Эктору Шляхину навсегда. Как и последовавшая за ним ночевка на литнике. Хотя экипировка немногим отличалась от обычного похода в лес. Палатка и туристическая пенка. Та же, что спальный мешок пуховый. Мы высадились вечером. Это было где-то в районе 8 часов вечера. Поставили в палатки, разложили какие-то вещи. Пообщались с народом. Тихонечко спели русские народные песни нашей русской командой. И удалось где-то в районе 6 часов поспать. То есть сейчас уже подъем. В общем-то не было так, чтобы очень холодно. Скорее было жестко. Почему? Ну, потому что внизу несколько сот метров льда. Больше 40 не собирается пропускать пингвинов вперед и не вставать на пути у морских львов. Эти правила должен соблюдать каждый полярник. Последнее для собственной безопасности. А что касается пингвинов, то к ним здесь особое отношение. Они истинные хозяева континента. Но к своим снегам относятся не так уж ревниво. Гости вызывают у птиц живой интерес. Были среди них любопытные особи. Не мой личный опыт. Коллега по экспедиции обронила варежку. Они подошли, попробовали поклевать ее. Разновидность пингвина. Ослиный пингвин. Наиболее массовый сейчас распространенный. На побережье арктического полуострова. Тоже дает характерные звуки, похожие на крик осла. Именно фигурку пингвина и привез Виктор Шляхин в качестве сувенира. Но и не из Антарктиды, а из Ушуаи. Самого южного полюса вывозить ничего нельзя, чтобы не разрушать провозданную природу. Именно благодаря этому правилу там можно увидеть то, чего не встретишь больше нигде. Просто когда идешь и ногами взрываешь вот эти волосы зеленых, камень красных, золотых, то тоже было впечатление такое. Событий и впечатлений поездки хватало, а вот времени почти не было. Поэтому рассказы Чехова, который брал с собой Виктор Шляхин, почитать ему удалось лишь в самолете. Редкие свободные минуты в Антарктиде тратил на написание собственного путевого дневника. Теперь записи осталось лишь разобрать. Название для будущей книги уже готово. Название, как бы, еще во время экспедиции идея по названию родилась, это прикосновение к Антарктиде. Потому что вот действительно, наверное, сама квинтэссенция моей поездки туда, это вот именно коснуться руками шестого континента, которого за всю историю там касалось всего 200 тысяч человек, там выходило. Виктор Шляхин надеется, что еще не раз покорит Южный полюс. Он не против вернуться к пингвинам и айсбергам. Ведь у Антарктиды особое притяжение и особый характер, первосбранный и непокоренный. Субтитры создавал DimaTorzok